В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Во дворе домов по переулку Катаева наблюдается нашествие крыс. Городская власть бездействует. В Херсоне избили руководителя аналитического сайта «Мост» Сергея Никитенко. Пострадавший узнал преступников, напавших на Виталия Устименко. Жители домов по улице Ядова возмущены новой стоянкой на придомовой территории. Чиновники мэрии и сам городской глава на обращение не реагируют. После шести месяцев розыска задержан фигурант дела о предложении взятки детективу НАБУ. 15 июня 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками контрразведки службы безопасности Украины задержали предполагаемого сообщника депутата Одесского областного совета, который подозревается в предложении сотруднику НАБУ неправомерной выгоды в размере 500 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Детективами НАБУ совместно с сотрудниками СБУ был задержан предполагаемый сообщник депутата областного совета Олега Бабенко, который подозревается в предложении взятки сотруднику НАБУ в размере 500 тысяч долларов США. Об этом сообщает издание 368 медиа со ссылкой на пресс-службу НАБУ. Как отмечают в ведомстве, 16 июня 2018 года Печерский районный суд Киева по ходатайству следователя Генеральной прокуратуры избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 миллионов гривен. НАБУ напоминает, что еще 12 января 2018 года следователи Генеральной прокуратуры Украины по материалам детективов НАБУ, которые работали в составе совместной следственной группы, сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его сообщнику в предложении неправомерной выгоды должностному лицу Национального бюро за совершение действий с использованием собственного служебного положения в интересах тех, кто предлагает неправомерную выгоду. После вручения уведомления о подозрении одному из участников данного преступления удалось скрыться. Тогда же он был объявлен в розыск. Как отмечает НАБУ, неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалось в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействована, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средствами бюджета города Одессы. Речь идет о деньгах, полученных от продажи в декабре 2016 года городскому совету Одессы здания государственного предприятия «Завод Краян» по завышенным ценам, а именно за 185 миллионов гривен. По версии следствия, вероятным бенефициаром, выгодоприобретателем частного общества является подозреваемый предложение предоставления неправомерной выгоды должностному лицу Национального бюро депутат Одесского облсовета. Указанные факты детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. Во время следствия было инициировано наложение ареста на счета упомянутого частного общества, отмечают в ведомстве. В Украине продолжается террор против журналистов. Очередной жертвой стал редактор аналитического сайта «Мост» из Херсона Сергей Никитенко. Очевидно, что заказы на избиение выполняют одни и те же люди. Как рассказал наш херсонский коллега, двое бородатых мужчин ждали его возле автомобильной стоянки, повалили на землю и били молча. Затем уехали на машине с транзитными номерами. Сергей связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. После случившегося журналисту кто-то прислал фотографии нападавших. В них он узнал тех же людей, кто совершил нападение на одесского журналиста, лидера городской организации всеукраинского объединения «Автомайдан» Виталия Устименко. После избиения Сергея Никитенко полиция Херсонской области открыла уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса. Угроза или насилие в отношении журналиста. Ситуация, в которой оказались жители домов под номерами 7 и 7А по переулку Катаева, близка к настоящей экологической катастрофе. Более того, находиться в квартирах людям сейчас опасно для жизни. В этом местные жители винят свою же соседку и городскую власть, которая не оказала им никакой помощи. Переулок Катаева, седьмой номер, ворота распахнуты, внутри две женщины в перчатках засыпают белым порошком колодцы и шахты люков. Это представительницы санэпидемстанции, прибывшие сюда для травли крыс. Мы сейчас опылили люк, чтобы, если крыса полезет, будет лазить, она ножками походит, и потом они любят умываться, помоется и сдохнет она. А вот видео, которое было снято нашими коллегами из издания «Метроном». Кишащий крысами двор, они везде, на крыше одноэтажных построек, выглядывают сквозь щели. Похоже, они чувствуют себя здесь не гостями, а хозяевами. Одна из жителей из двора сносила мусор и отходы прямо в собственную квартиру. Здесь же и спала вместе с этими милыми домашними животными. Куда только люди не обращались, от полиции до района администрации ЖЭКа, никто, слышите, никто, даже палец о палец не ударил, чтобы помочь несчастным людям. Ситуация была жуткая, у нас было нашествие крыс, это продолжалось в течение где-то нескольких месяцев. Мы просили помощи у городских властей, у полиции, то есть провести разъяснительную работу с гражданкой, убрать мусор и избавить нас от крыс. В течение двух недель никакой реакции. Нам сказали, что мы частный сектор, занимайтесь сами своими проблемами. Я проживаю в соседствующем доме с бабушкой, там у нас большие проблемы, плесень, стенка, там детки спят. И крысы мало того, что вот тут падали, что, если честно, уже очень устали их убивать, потому что мы действительно их убивали. Детям негде ни играть, ни сидеть, ни выходить. Утро начиналось с просмотра, есть крысы, где крысы, как их убивать, уничтожать. По пять, по шесть упаковок ядов каждый день. Но если вы думаете, что после серии репортажей самых разных СМИ ситуация изменилась, вы сильно ошибаетесь. Санэпидемстанцию вызвали сами жители двора за свои деньги. Городские власти не выделили на отравлю крыс ни копейки. Я думаю, вот такой вопрос, все-таки, ну как инспектор. Да. Почему вот никто из городских служб этим не озаботился? Потому что это деньги стоят. Да, потому что мы заплатили деньги. Потому что это стоит деньги. А жильцы собрали деньги, наверное, заключили договор, оплатили, и мы пришли. А иначе у нас никто не бесплатно ничего не делает. После нападения крыс на детей, крысы стали агрессивными, крысы стали прыгать на несколько метров, крысы стали просто падать с крыш, тоже это все есть. Да, вот крыса упала в коляску к моему ребенку лично, после чего, естественно, мы начали активные действия. Ждать городские власти решения судов, какие-то предписания, то есть какие-то штрафы 100 гривен. То есть у нас просто нет на это времени. Как рассказали представители санэпидемстанции, каждый их выезд обходится людям в копеечку – 3000 гривен. И чтобы вытравить крыс полностью, нужно не менее полугода. И хоть бабушка, которая так любит устраивать свалку в собственном жилище вот уже несколько дней, живет у человека, взявшего над ней опеку, кто-то теперь должен заняться вывозом скопившегося мусора. А это, поверьте, не один грузовик. Более того, уже через несколько дней крысы начнут дохнуть, и кто-то должен будет их убирать. Здесь сказали, находиться будет невозможно. То есть будет запах, будут выползать эти крысы, их нужно будет самим, опять же, выносить, потому что службы этим не занимаются. А вот, ну вот такая вот... Ну то есть вот тогда вы рассыпали, понятно, что какая-то часть... Через 3-4 дня они начнут дохнуть, разлагаться, здесь будет стоять жуткая вонь, и мы опять остаемся, то есть с лопатами, с вениками будем все это выносить, очищать свои дворы. Так как мы, живя в центре города, мы вот один на один с проблемой. Все, что могут наши коммунальщики, это выписать административный штраф любительнице мусора. А это 100 гривен. Смешно, но очень грустно от того, что в который раз одесситы, оказавшиеся в беде, оказались не один на один. Без помощи многочисленных армий чиновников, коммунальщиков и правоохранителей. Крысы, они и есть крысы. Когда дело пахнет деньгами, мэрия Геннадия Труханова готова на все. Права граждан для городской власти ничего не значит. Любой участок земли могут продать или сдать в аренду, лишь бы это было выгодно чиновникам. У команды одесского мэра свой закон. У каждого дома есть придомовая территория. Есть по официальному писаному закону. Одесская мэрия живет по своим понятиям. В нашем городе все иначе. Потому и появилась автомобильная стоянка между домами 16В и 20 по улице Сергея Ядова. От ее забора до стены всего несколько метров. Для жителей это очевидно. Чиновники не замечают. Данная автостоянка примыкает вплотную к детской площадке. Причем кусок детской площадки они просто забрали. Была такая ситуация, что мне позвонили жильцы, что во дворе дома пахнет газом. Мы, естественно, прошли по этажам, проверили котлы. Так как, ну сами понимаете, двухконтурные котлы в каждой квартире. Оказалось, что на автостоянке стояла машина с газовым оборудованием. Была утечка газа. Жители обращались в разные городские инстанции с требованием показать документы, разрешающие оборудование стоянки. Но безрезультатно. Дело дошло до суда. Было решение сессии 2014 года, якобы, о том, что на данной территории за адресом Ядова, 16В, должна быть расположена автостоянка в пределах 1237 квадратов на 90 автомобилей. И только на суде нам удалось получить информацию о том, что Одесса парк транссервис заключил договор с ФОП Савельевым на предоставление ему данной земли под автостоянку. Был сделан чертеж, который также предоставлен нам в суде с печатями наших служб, якобы на 497 квадратов. Но если даже по их цифрам мы посчитаем, то тут больше 900 квадратов. Среди жителей дома есть юрист. Это позволяет оценить действия городской власти и хозяина стоянки с правовой стороны. Нарушены санитарные противопожарные строительные нормы. На сегодняшний момент для того, чтобы разместить автостоянку на 90 машин, по санитарным нормам от жилого дома минимум требуется 25 метров отступить. Посмотрите, вы видите здесь 25 метров. Посмотрите, где эти 25 метров. В решении горсовета на 90 машин, 1237 метров. Господин Труханов, обратите внимание, где соблюдение санитарных норм. Вы видите, здесь может проехать пожарная машина. С другой стороны, частный дом. Стоянка примыкает к его стене. То есть выхлопные газы потянет прямо в окна. А когда водители каждый день будут прогревать двигатели, весь жар пойдет на ту же стену. Когда производилось так называемое благоустройство территории, то есть ребята культурно сказали, что мы отступим положенное расстояние, поставим забор, никто никому мешать не будет. Пожарный щит стоит вообще на моей территории. Был снят забор, забор не поставлен на место. Пожарная будка охраны также стоит на моей территории. На территории, за которую я плачу налог. Дело по иску жителей дома рассматривает административный суд. Даже если судья наберется смелости отменить решение горсовета, те, кто его принимал, останутся на местах. Такова система власти в Одессе. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». Многоэтажная пристройка к зданию, в котором расположен ЖКС вузовский, никакой таблички с информацией о строительстве на месте нет. Понять, кто заказчик, кто подрядчик и кто разрешил подобное строительство, невозможно. Куда только ни обращались местные жители, нигде не удалось получить вразумительного ответа. Подробности смотрите в сюжете наших корреспондентов. Строительные работы по соседству с ЖКС вузовский начались несколько месяцев назад. Помнится, как когда-то арендаторы местной забегаловки захватили часть придомовой территории и сделали из нее летнюю площадку. Теперь уже на месте летней площадки появляется капитальное сооружение, законность которого вызывает сомнения. Мы не знаем, что там строится. Сказали магазин АТБ. Ну а так объявлений никакого нет. И ничего не говорят никому абсолютно. Не знаем, что это будет. А давно начали? Ну, прилично уже. Давно, да. Никто не приезжал, никто не проверял законности этого строительства? Нет, мы не спрашивали ни у кого ничего. Как вы относитесь к строительству зданий ЖЭКа? Как вы относитесь к строительству? Отрицательно. Был ЖЭК, а потом тут снимали. А сейчас я не знаю, что там строят. То есть ничего неизвестного? Никто не говорит ничего. Это только, наверное, знают хозяева. Ну, ЖЭК. Ну, наверное. Мы и так были возмущены, когда здесь был бар. Это постоянно музыка, особенно когда футбол. Так они сейчас это все делают закрытого типа. У нас и так весь район одни наркоманы и пьяницы уже, понимаете? То есть почему не построить какой-то культурный для детей? Для молодежи, для тех детей, которые есть в наше будущее. То есть ЖЭК это превращается сейчас в бар? Ну, это был бар. Был бар, и здесь пьянки, гулянки все были, всякие разборки. А с другой стороны ЖЭК? А с другой стороны ЖЭК. Добрый день. Вот за зданием ЖЭКа стройка, пристройка непонятная. Строится двухэтажное сооружение. Ваше мнение по этому поводу? Это беззаконие. Как это над ЖЭКом? Рядом с ЖЭКом должен быть это самое. Какое-то заведение. Поэтому я считаю, что сначала надо объявить, что это такое. Люди спрашивают, никто ничего не знает. Как это руководитель ЖЭКа может так поступать? В самом ЖЭКа открестились от стройки над зданием. Якобы они не имеют никакого отношения к этому. И вторая половина принадлежит каким-то частным владельцам. Хотел спросить, что строится у вас тут вот сбоку, рядом, в тоже здании? Это не у нас. У нас ничего не строится. А кому принадлежит эта территория? Частному лицу. Частному лицу? То есть это не относится к ЖЭКу? Нет. Мы обслуживаем только жилые дома, которые находятся на балансе горсовета. Это к нам не относится. Это частное лицо. Понятно. Но никаких информаций, что это строится, нет. Это же все. Ну, правильник вам не послал. Спасибо. Спасибо. Примемное местного участкового находится буквально в 20 метрах от стройплощадки. Но его тоже не оказалось на месте, несмотря на приемные дни. Табрички нету, да? А сейчас мы на первый этаж. Где? Где-то там. А, вон. Света нету, да? Вот я посвечу сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас я посвечу. Видно? Вот. Обойдя несколько раз зданий, убедившись, что нигде нет информационного счета, мы попытались пробраться на саму стройплощадку. Но дежурившая на месте охрана, явно из далеких 90-х, запретила нам это делать. Кто? Нет, никто. У меня тут. А вы кто, скажите? А вы кто? Я журналист. А? Я журналист. Не вижу табличек, вижу нарушений. Идем. Просим. Ого. Класс, а я видел вас, а вы не подавали признаков, что вы имеете отношения. Мы охраняем стройку. А какая охрана агентства? А зачем вам это говорят? Ну, вы не скажете, да? А вы кто? А вы кто? Мы журналисты с телевидением. И мы журналисты. Понятно, охраняете стройку. Да. Значит, могу туда лезть все-таки? Нет. А почему? Да, как и нет. Частая собственная. А документы есть какие-то, что-то часто? Есть, чтобы вызвать хозяина. Ну, если можно, да. Мы просто в ЖЭК приходили, да. Он прилетит, сейчас вам скажу, в понедельник. В понедельник следующий? Нет, в этот понедельник будет. В этот понедельник будет. Ну, который будет. Я понял, через неделю будет в понедельник. Да, у него все есть. У него тут ничего не держит. Хорошо. А кто, что хоть строится, так вот инициальт? Это офисы, или бары, или торговые помещения? Или хоть, ну, хочешь какая-нибудь информация, потому что люди ничего не говорят. И вот там, где воду подключают, там, где канализацию, там тоже не знают, потому что никак не узаконно, то есть все подключения. Тут офисное здание, по моей информации. Офисное здание? Да. Спасибо. Как в детской песенке, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и покажет всем разрешительные документы. Но пока все покрыто мраком. Тайное строительство в спальном микрорайоне, прямо над зданием ЖКС. И никто ничего не говорит. Вот вам сегодняшняя Одесса. Денис Шацелла, Денис Светличенко, телекомпания «Круг». Несмотря на заявление городского головы, мусорная проблема в Одессе до сих пор не решается. Частный сектор в районе улиц Столбухина и Ромашково превращается в свалку и притон для бездомных. Мусорная проблема в Одессе не решается уже третий год. После начавшихся масштабных строительных работ на третьей станции Люздорской, дороги в частном секторе разбиты из-за грузовых автомобилей, а мусора стало в несколько раз больше. Проблема усугубляется наркоманами и бездомными, которые облюбовали данную территорию. Ну, я здесь знаю, что они-то похожи. Да, есть, сейчас, сейчас. И мусор этот оставляет. Видите, скрывает гаражи, короче. Да, он гаражи скрывает. Вот я к нему приезжаю, я лично боюсь оставить здесь машину. Как бы и мусор оставляю. Бля, такое устроено. Здесь просто... А что вы, чем вы можете помочь? Просто гетто. А когда проводили им свет, вот здесь, они испортили дорогу и обещали, что они сделают. Сделают асфальт. Нифига они не сделали, кинули и все. Засыпали ящебенкой и все. Такое здесь творилось, болото. Частный сектор между улицами Чубаевской и Шклерука больших размеров. А вывоз мусора здесь происходит довольно редко. Раз в неделю, а то и в две. Причем для удобства все мусорные контейнеры сосредоточены в двух-трех местах. Из-за чего образуется постоянная свалка. Хотя бы раз в две недели, но все-таки вывозят отсюда мусор. А раньше вообще не вывозят отсюда? Очень проблемный вопрос был. Вот эта дорога практически оттуда, вот здесь вот война была, засыпалась. Настолько сильно это было. На всем протяжении стоит две точки контейнеров. Здесь и практически в самом конце. Это все, что есть. Понимаете? Если поставили не суд, с параллельных улиц, переулков выносят все сюда. Если бы где-то рассредоточили, поставили контейнера, конечно, этого бы не было. Очень было бы удобно всем было. Но не суд, просто со всех параллельных улиц. Тут проблема в крысах. Проблема не в том, что может лежать, а проблема в крысах. Война, куча мышеловок этих, крысоловок. Особенно зимой. Да, не знаю. Вы только представьте себе, мусор из частного сектора вывозится раз в две недели. Видимо, сидящие в кабинетах логисты считают, что этого вполне достаточно для Одессы. Хотя их мнение вряд ли совпадает с мнением местных жителей. Казалось бы, после так называемого благоустройства улицы Толбухина и массовой застройки района, ситуация должна бы измениться. Но, видимо, у руководства города есть свое мнение по этому поводу. На полицию надейся, а сам не плашая. В Киевском районе внимательные соседи помогли задержать квартирного вора сразу после совершения преступления. Патрульным оставалось только надеть наручники. Этому домушнику, жителю Болградского района, 28 лет. Квартиру на улице Левитана он обчистил рано утром. Отдвинул прутья оконной решетки и проник внутрь. У задержанного изъята похищенная фотоаппаратура общей стоимостью 6 тысяч гривен. Он содержится под стражей. Если вина будет доказана по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, подозреваемый может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиках о погоде. Напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. О всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хорошего вам настроения, отличных новостей. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 20 июня в Одессе переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, тепла днем 30-32 градуса тепла. Субтитры создавал DimaTorzok